Всем привет! Это восьмая часть серии о 12 международной выставке на ВИТЭХ и 32 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Космические системы – это дочерняя компания «Газпром», осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и информационных систем в интересах группы компаний. Компания «Газпром. Космические системы» начала свою деятельность 2 ноября 1992 года. Именно в эту дату северные предприятия «Газпрома», а также НПО «Энергия» имени Королева «Газпромбанк» и консорциум «Космическая регата» учреждают открытое акционерное общество «Газком». «Газком» строит свою первую сеть спутниковой связи на северных газоконденсантных месторождениях на базе арендованного ресурса спутников «Горизонт» и создает телепорты компаний в подмосковном Королеве и в Подмосковье. 6 сентября 1999 года был произведен запуск спутника «Ямал-100». Построена спутниковая телевизионная система для 16 регионов России. Предоставляются услуги спутниковой связи федеральным структурам и коммерческим пользователям. Спутники «Ямал-200» приступили к работе в позиции 90 градусов восточной долготы 24 ноября 2003 года. «Ямал-202» в точке 49 градусов восточной долготы. 3 ноября 2012 года в час 04 по московскому времени со стартового комплекса площадки 81 космодрома Байконур произведен пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Ямал-300К» и «Луч-5Б». Управление спутником «Ямал-300К» осуществляется из Центра управления полетом «Газпром-космические системы» в городе Щелково. В компании ООО «Саранс Кабель-Оптика» трудится 330 человек. Предприятие внесено в федеральный реестр Всероссийской книги почета, наряду с другими предприятиями, деятельность которых является экономически эффективной и социально значимой, способствующей социально-экономическому развитию региона России в целом. Компании активно пропагандируются и поддерживаются массовые занятия спортом и ведение здорового образа жизни. К этому также можно отнести и 5-процентную прибавку к премии всем некурящим сотрудникам. Для повышения качества трудового потенциала разработана программа обучения для сотрудников, внедрена система наставничества. По истечении испытательного срока комиссия в присутствии наставника проводит аттестацию. При положительных результатах работник допускается к самостоятельной работе, а наставник получает единовременную доплату в размере 50% от оклада. Если работник переводится на другую линию, схема та же, только наставнику в этом случае выплачивается 25% доплату. Большим стимулом для этого являются и конкурсы профессионального мастерства, ведение положения «Лучший работник месяца» и ежемесячная выдача материального вознаграждения 3000 рублей лучшему работнику в каждом подразделении. Саранс Кабель Оптика оказывает благотворительную помощь организациям и частным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это приюты, детские дома, общество инвалидов, реабилитационные центры и религиозные учреждения. Промышленные предприятия группы компаний «Оптик Энерго» выпускают основные типы волоконно-оптического кабеля, применяемого для строительства магистральных и внутризонных сетей связи, провода и кабели энергетического назначения, алюминиевую катанку и катанку из сплава, а также спиральную арматуру. Компания «Оптик Энерго» включает в себя ряд независимых предприятий. Это компания, которая осуществляет промышленное производство «Саранс Кабель Оптика», «М-Кабель», «М-Кат», «М-Пласт», «Сармат», «Сармат-М». «М-Кабель» занимается выпуском традиционных кабелей и проводов, электрических кабелей для сверхопасных сред, а также высоковольтные провода повышенной надежности, долговечности и электропроводности. Компания «М-Кабель» занимается выпуском традиционных кабелей и проводов, электрических кабелей для сверхопасных сред, а также высоковольтные провода повышенной надежности, долговечности и электропроводности. Основным направлением деятельности компании МКАД является изготовление катанки из алюминиевых сплавов. ООО «Сармат» – российско-испанское предприятие в составе группы компаний «Оптик Энерго». «Сармат» выпускает спиральную арматуру для подвеса высоковольтных проводов и волоконно-оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос на воздушных линиях электропередач. Соучредителем ООО «Сармат» является испанская фирма «Сапрем СА», которая производит спиральную арматуру с 1984 года и занимает лидирующие позиции на европейском рынке. Благодаря стараниям специалистов «Сармат», финансовой поддержке ГК «Оптик Энерго» и ценному опыту партнеров из «Сапрем СА» удалось построить современное производство и выпустить на отечественный рынок арматуры для «Лэб» и «Волс» – продукты высокого качества. Первая линейка продукции с ООО «Сармат», выпущенная в 2011 году, представляла собой спиральную арматуру для оптических кабелей в грозозащитном тросе ОКГТ, производимых единственным на тот момент отечественным заводом «Саранск» кабель оптика, также входящим в ГК «Оптик Энерго». В дальнейшем каталог продукции «Сармат» пополнила арматуру для крепления грозозащитных тросов ГТК, самонесущих оптических кабелей связи ОКСН и неизолированных проводов ААЭС на опорах линий электропередачи напряжением до 35 кВт и более, линий связи уличного освещения и наземного электротранспорта, контактной сети и автоблокировки железных дорог. Вся продукция ООО «Сармат» обеспечивает надежное соединение с кабелем или проводником и предохраняет их от механических повреждений. Ряд продуктов был спроектирован ООО «Сармат» в тандеме с российской производственной компанией «Астон Электротехника», осуществляющей разработку и изготовление высоковольтной арматуры и металлоконструкции. В 2016 году завод начал выпуск многочастотных гасителей вибраций, рассчитанных на широкий частотный диапазон и устойчивых к вибрационным нагрузкам. В 2020 году на предприятии начался выпуск линейной арматуры для крепления с проводов СИП. «Астон Электротехника» НПО «Радиоволна» Ведущее предприятие радиотехнической отрасли, специализирующееся на разработке и производстве изделий из радиопрозрачных материалов гражданского и двойного назначения. Основа продукции предприятия составляет радиопрозрачное укрытие диаметром до 35 метров, работающее во всех диапазонах частот. За второе десятилетие XX века выпущено более 600 радиопрозрачных установок, которые установлены на трех материках и территории островных государств. НПО «Радиоволна» уже 46 лет производит радиопрозрачное укрытие для радиолокации флота и авиации. В 1974 году по приказу Министерства связи СССР в Ленинграде было создано закрытое предприятие «Завод Радиоволна». Оно специализировалось на производстве комплектующих из сотопластовых композиционных материалов для радиолокационных станций закрытого типа, а также для радиолокаторов самонаводящихся боевых оголовок. На конец 2020 года радиопрозрачные укрытия производства НПО «Радиоволна» размещены более чем на 300 позициях. Самая южная точка размещения радиопрозрачных укрытий, выпущенных предприятием, это Антарктида, самая северная земля Франца и Иосифа, самая западная – Республика Куба, а самая восточная – Бухта Проведения. Для серийной поставки оборудования научно-производственное объединение «Радиоволна» располагает разработанная рабочей конструкторской документацией РКД на радиопрозрачные укрытия с современным производством радиопрозрачных укрытий, испытательной базой и отлаженной системой проверки и контроля качества. Проведение испытаний радиопрозрачных укрытий – обязательный этап проектирования радиопрозрачного укрытия для РЛС. Испытательная лаборатория НПО предоставляет оценку радиопрозрачности опытного образца РПУ до начала производства основного изделия на заданных частотах и на заданной интенсивности с учетом возможной наледи, снега и поверхностного увлажнения РПУ. 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 Компания «Радиан» – это российский разработчик и производитель радиорелейного, спутникового и мультиплексорного оборудования. Оборудование «Радиан» эксплуатируется на сетях Ростелеком, межрегиональных операторов связи «Связи Инвест», «Казахтелеком», «ОАО МТС», «ОАО Мегафон», «Вымпелком». За 10 лет с 1990 года по 2000 «Радиан» цифровизовал тысячи километров аналоговых радиорелейных линий в Российской Федерации и Республике Казахстан. Конечное оборудование цифрового радиорелейного тракта позволяет преобразовать практически любую существующую аналоговую радиорелейную линию в цифровую, значительно повышая этим качество и надежность связи. Деятельность компании «Микроволновая электроника» включает разработку, производство и продажу радиоэлектронных устройств и систем различного назначения. Сейчас на стенде вы можете увидеть работу измерителя приемника-анализатора спектра МВР-135УВ. Новая архитектура РПУ позволяет получить одновременно высокую избирательность до 90 дБ и широкую максимальную полосу приема 260 МГц. Низкий уровень паразитных составляющей. Продолжение следует... Компания NPP Starlink основана в 2008 году для производственной реализации инновационных разработок NPP Starlink. Целью проекта является создание и массовое производство оптического кабеля с уникальными свойствами, не имеющего аналогов в мире, волоконно-оптического бронированного микрокабеля. Достижение уникальных характеристик стало возможным благодаря использованию во всех кабелях высококачественного бронированного ПАВИВА, переносимого из готовых стальных канатов высокой прочности по новой патентованной технологии. В результате обеспечиваются отличные характеристики передачи, высокая степень защиты от неблагоприятных факторов, прочности, надежность при эксплуатации, малый вес и габариты изделий. Кабели отличаются по скорости и удобству прокладки. Они отлично подходят для замены оптических коммуникаций в забитых городских коллекторах благодаря исключительно малому диаметру. Производимые компанией Starlink кабели-датчики уже используются в сфере добычи и транспортировки нефти и газа. Разработаны и производятся уникальные типы бронированного оптического кабеля – геофизический и электрооптический кабель марки СЛОЭК. Внедрены в производство разработки кабелей-сенсоров для применения в системах противопожарной защиты объектов. Предприятие осуществляет разработку и производство 1. Бронированных волоконно-оптических микрокабелей для сетей связи, систем видеонаблюдения и систем охраны периметра. 2. Волоконно-оптических кабелей-сенсоров для систем мониторинга физических параметров. 3. Комбинированных оптоэлектрических кабелей медь плюс оптика. 4. Волоконно-оптических геофизических кабелей и кабелей специального назначения. 5. Волоконно-оптических кабелей стандартных конструкций. 6. Кабельных сборок и соединительных оптических шнуров на основе кабеля собственного производства. Кабельные сборки и оптические шнуры применяются при прокладке оптических линий для соединения активного оборудования и распределительных кроссов. Кабельные сборки и оптические шнуры обеспечивают высокоскоростное подключение к интернету, проведение видеоконференций и просмотра телепрограмм в HD-качестве, использование технологии ВАИП, а также создание локальных сетей в офисах. Кому понравилась тема, ставьте лайки. Кто хочет что-то сказать, пишите в комменты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok